Всем привет, чуваки! С вами я, PandaFX, и у меня для вас ништяковые новости. Начиная с этого года, команда года будет выходить по методу голосования. Будут голосовать разные крутые пацаны и обычные пользователи, и тем самым выбирать игроков, которые будут в команде года. Мне кажется, это довольно-таки крутая идея, и, собственно, давайте сегодня я сделаю свою личную команду года и расскажу, почему я хочу видеть тех или иных персонажей. Итак, находимся на сайте EA Sports, и, собственно, вот так вот все это дело выглядит. Проматываем вниз и видим, собственно, кандидатов, которые будут выстроены у нас в команде года. Ну и, собственно, не будем томись и начнем с голкипера. Мне кажется, тут все максимально очевидно, и тут у нас только один чувак, который тащит всегда и при любых обстоятельствах, это Дехея. За Лариса я играл, не понравился, Буфон был, не понравился, Навас облак, но это чуваки не под мои составы. Я буду отталкиваться только от фифки, не буду обращать внимания на какие-то там личные достижения в реальной жизни, поэтому тут, очевидно, Дехея. Ну и на сайте Foothead я буду примерные статы составлять, и в конце покажу вам команду года, которую я хочу видеть. С левым защитником не все так просто. Тут есть у нас Давид Алаба из Маркуса Лонса, есть Марселла и Алекс Сандрон. Но все-таки у меня есть один персонаж, которого я безумно полюбил в 17-й фифке, это Марселла. Я его постоянно перестраивал на центрального полузащитника, и он был просто бомбезным. Мне кажется, в этой части будет то же самое. Над правым защитником я, конечно, тоже долго не думал. Это, естественно, Валенсия, лучший правый защитник в данной части FIFA, которым я лично играл. Я боюсь представить, что будет с Тотти карточкой. Примерный рейтинг 92, ну и статы, собственно, вы тоже видите у себя на экранах. Конечно, тут был Кай Уолкер, который может с ним посоревноваться, но я все-таки отдаю предпочтение Валенсии. Итак, переходим к центральным защитникам. И тут не самые топовые ребята, которыми я играл лично в этой части FIFA, но из тех, кто приставлен, мне нравится Давид Луис, его можно будет приставлять на опорку, и, я думаю, Серхио Рамос. Смотрите, у нас тут даже сыгранность какая-никакая вырисовывается. Сейчас нахер гибридец соберу еще. Итак, пацаны, переходим к полузащите. И тут кандидатов достаточно. Дебрюйне, Иско, ну Иско, конечно, это так себе. Канте прям 100%, Найнголан, Кросс, уже просто заебался, им все равно никто не играет, поэтому Кросса я исключаю. И, собственно, Робен и Верать. Я не знаю, что здесь делает Робен, наверное, из-за того, что он РМщик. Естественно, естественно, первым, кого я хотел бы видеть, это Раджа Найнголан. Я думаю, у него опять будут статы все 90+. Вторым центральным полузащитником, я думаю, поставлю Канте. А вот с третьим парнем, конечно, немножко сложно. Это или Дебрюйне, или Дебала. Не знаю, сложно мне. Ну, с точки зрения гибридов, будет, конечно, прикольно Дебрюйне поставить, и он будет линковаться с Раджой Найнголаном. Я думаю, я так и сделаю. Вот такие вот примерные статы я поставил этим игрокам. 94 Канте рейтинг, 95 Дебрюйне и 93 Найнголан. Я думаю, Найнголан точно будет, Канте точно. А вот насчет Дебрюйна я не уверен, как там проголосуют игроки. Поэтому, ну, это мой личный топ. Поэтому я поставил тех, кого лично я хочу видеть. Ну и, собственно, нападение, пацаны. Агуэра, ну, хотелось бы, но там есть, наверное, товарищи и поинтереснее. Кавани, это точно минус. Каутинио Ливерпуль, ага, ну, и спорт в своем стиле. Ливерпуль, это тоже минус. Харикен, я думаю, тоже минус. Гризманчик, стоило над этим подумать. Азар вряд ли, потому что на его месте будет Криштиану Ливандовски, Лукакум, Бапе. Вот это вот интересно. Мертенс, Месси, Неймар, Криштиану Роналду, Санчес и Суарес. Ну, мне кажется, тут все будет предельно очевидно. И большинство игроков выберут Криштиану Роналду, Суареса и Месси. Но это лично я так думаю. Я не знаю там, как голоса распределяться. Поэтому тут, мне кажется, все предельно очевидно. Но это же мой топ, поэтому тут выбирать буду я. Я все-таки так просмотрел, и из всех нападающих мне нравится Мертенс или Жакуэра. Но я больше склоняюсь к Агуши, я думаю. Ну, в общем-то, пацаны, как-то так выглядит моя команда года. Статы и рейтинги примерные, поэтому если что там в комментариях не бомбите. Типа, о, тому-то не завысил, тому занизил. Это лично мое мнение. Каждый из вас может зайти на сайт и также набросать свою команду года. Собственно, голоса тут 60 на 40. Поэтому по итогам голосования уже будет ясно, что там будет. Тут, кстати, вот по хэштегу какого-то Тоти, вот, до 12 января вы где-то постите. И, собственно, видимо, каким-то образом яшники отбирают тех или иных игроков. Я думаю, я тоже где-нибудь запощу, там, в инстаграме. И, собственно, отмечу вот этим вот хэштегом. Поставьте лайк под этим видосом, если вам понравилась моя команда года. Если не понравилось, пишите свои варианты, кого вы хотели бы видеть в этой команде года. Я считаю, это крутой ход от яшников сделать вот такую приколюху в виде голосования. И уже чуваки сами будут решать, кого выставлять, собственно, в команду года. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что посмотрели это видео. И всем хорошего настроения. Покедова.